А евреи обязательно, Таня спрашивает, по мнению Джастера, должны вернуться в Эритс-Исраэль? Да, они должны. Но не сейчас. После возвращения Иешуа. А сейчас многие призваны вернуться, но не все. Спросите, почему? Татьяна asks, почему? Потому что Библия дает нам картину евреев, возвращающихся на родину после наступления полноты мессианского века. После начала мессианского века в его полноте. И, говоря о мессианских евреях, и поскольку евреев в Галуте много, то нам нужно продолжать достигать их. Если все мессианские евреи вернутся в Израиль, то нам придется отсылать определенное количество людей снова в Россияне, чтобы они там проповедовали евреям. И это было бы хорошо, чтобы все мессианские евреи говорили на еврите, прежде чем они вернутся снова в Россияне и проповедовать евреям Евангелие. Они бы тогда смогли читать Тору, Библию на еврите. Но я не уверен, что это практично нам делать таким образом. Эдвард говорит, что он не евреев. Хороший вопрос. А что ты сейчас говоришь? Он говорит, что он просто критичен. Ну, ты также можешь говорить, например, что я являюсь членом еврейской мессианской общины, которая стремится проповедовать людям веру в Иешуа. Таким образом, тебе не нужно говорить, что ты еврей, потому что если ты скажешь, что я мессианский еврей, это будет неправда. Но говорить, что ты христианин, это нормально, правильно. Но, тем не менее, когда ты говоришь, что я христианин, то для людей непонятно, что ты являешься частью уникальной еврейской общины, которая пытается Евангелием достигнуть евреев. То есть, это зависит от ситуации и от того, ну, как ты хочешь ответить на вопрос. Потому что ты и христианин, это правда. Ну, ты в то же время часть мессианской общины, может быть, евреям это их коснется, если ты скажешь. Если ты говоришь, что я часть еврейской мессианской общины, но не еврей, то это может привести к очень интересному общению о еврейских корнях христианства, о судьбе еврейского народа. Но если ты просто говоришь, что я христианин, ну, это не вызывает такого бурного интереса у людей обычно. Подождите, Руслан хотел спросить. Руслан спрашивает, как Ден Джастер в одной фразе может выразить суть мессианской теологии? Правильно понял? Руслан asks interesting question. How you can express the essence of messianic theology in one phrase? Oh, yes, one phrase. Мессианская еврейская теология это теология, которая говорит, что евреи, верующие в Яшуа, призваны жить и отождествлять себя с еврейством в Новом Завете и формировать общины евреев и неевреев чтобы утверждать общины, где будут утверждаться призвания еврейских верующих и достигать еврейские общины, ну, не верующие, для Яшуа. Есть новое определение мессианского иудаизма. И этим летом, прошлым летом это немножко, или этим летом будет немножко подтверждено, оно создано союзом еврейских мессианских общин. Это похоже на то, что я говорил, сказал только что. Оно более теологическое. Значит, вопрос таков. Есть ли какие-то законодательные преграды в Израиле для евреев, мессианских, которые делают алию, и чинят ли преграды в Израиле ортодоксальные евреи? Сергей asks, are there any obstacles in the Israel law for messianic Jews who are making aliyah? And also, are orthodox Jews make the obstacles or make the troubles to messianic Jews in Israel? Интересно. Мессианские евреи являются гражданами Израиля. Там у них особых трудностей нет. Но несколько лет назад было очень странное заседание Верховного суда. И я хочу немножко объяснить суть дела. Один из моих друзей молодой адвокат, 30-летний. Он верующий. И он ведущий защитник прав человека. И мы обсуждали с ним дело до того, как оно рассматривалось в Верховном суде 15 лет назад. Это было, извините, лет 20 назад. Ну, где-то около этого. И в этом деле было три семейных пары, которым отказали в израильском гражданстве, потому что они были евреями, верующими в Яшуа. И это дело было передано в Верховный суд. И некоторые судьи в Верховном суде религиозные, религиозные евреи. И Верховный суд принял очень странное решение. Странное, странное решение. Они сказали, «Если вас родила еврейская мама и вы не стали последователем другой религии, или вы не были воспитаны последователем другой религии и не стали последователем другой религии, то есть, если вы приняли другую религию, то вы стали предателями государства Израиль. И у вас нет права иметь израильское гражданство. Министерство внутренних дел вам может по-прежнему дать гражданство, но законно это не разрешается. Тем не менее, если если вы являетесь ребенком такого человека, или у вас еврей-папа, или дедушка, но вы выросли как еврей, и вы не приняли решение быть последователем другой религии, а может, если ваши дедушки или родители или дедушки и бабушки только имели другую религию ваши родители или дедушки и бабушки, но вы сами ее не приняли, то вы имеете право на Алию. И что же делают мессианские евреи? Если они родились от евреев папы, но не еврейской мамы, или у них еврейские бабушки и дедушки, никаких проблем нет. Если, между прочим, много русских евреев в Израиле, многие-многие, в дополнение, большинство мессианских евреев, кто родились от еврейской мамы, стали последователями Иешуа, они и не верят, что они какую-то другую религию принимали. они просто едут, говорят, я еврей, и больше ничего не говорят. Но, я знаю, две ситуации возникало, когда Министерство внутренних дел говорило им, вы обманули, вы не евреи, вы стали христианами и пытаются создавать им проблемы. Но, тем не менее, из Израиля никого не выгнали за это. Они идут в суд, но обычно их не выселяют. Но есть угроза, чего не происходит, если человек едет и заявляет о гражданстве от отца еврея, даже если у них нет еврейской мамы, и не говорят, что они меняли религию. И никто этого еще не делал. Это, конечно, может быть ложью. Но в основном это не проблема. Хорошо. Новый глава Министерства внутренних дел, который занимается иммиграцией, хочет это изменить по закону. Он хочет любого въезжающего, неважно того, что они верят, если у них есть только еврейский прапрадедушка. То есть он хочет, чтобы любой въезжающий, если у него хотя бы прадедушка был евреем, имел право на въезд, вы можете представить себе, как религиозные власти они на это отреагируют. Но он сейчас глава этого департамента. молитесь за него. Его зовут как? Паз Пинхас. Паз Пинхас. Сейчас он напишет. Паз Пинхас. Паз Пинхас. Спасибо. Паз Пинхас. Паз Пинхас. Паз Пинхас. Паз Пинхас. Молитесь. Паз Пинхас. Паз Пинхас. Бытие. Девятая глава. Открыли все. «Отец, говори к нам во имя Иешуа». Некоторые люди становятся членами еврейской мессианской общины, думая, что в мессианской общине теология более точная. И если еврейский мессианский лидер образован, то это может быть истиной, что теология там будет более точной, но это не всегда является истиной. Я думаю, что это не точная и не адекватная причина. Если вы не еврей, то вам необходимо иметь призыв к евреям. Но истинно является, что мы могли бы более точную теологию развить, потому что мы возвращаемся к еврейским корням, к еврейским основам. То есть у нас, скажем так, мы больше концентрируемся или больше посвящаем себе изучению контекста. И контекст является ключом к истолкованию. Вы со мной? Если вы следите за моей мыслью, поднимите руки. В церкви существует одна проблема и даже в некоторых еврейских мессианских кругах в том, что они внимательно не читают всю Библию. Когда мы смотрим в Тору, мы обычно обращаем внимание на завет с Моисеем. Но Тора, она началась до Моисея. Давайте посмотрим в 9 главу Бытия. 9 глава, 1 стих. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, и это, между прочим, заповедь, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Это, по-моему, единственная заповедь, которую люди соблюдали. Но не всегда. До страшатся и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские в вашей руки отданы они. До потопа люди были вегетарианцами. Но дружба между людьми и животными после того нарушилась. Затем Бог говорит, все движущееся в 3 стихе, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную, даю вам все. Означало ли это, что можно было кушать свинину во времена Ноя? Yes. У меня нет ответа. Потому что, когда Бог ввел животных в ковчег, некоторые из них были чистые, некоторые нет. И те, которые были нечистыми, единственное значение нечистой было то, что вы его не могли кушать, или вы были бы церемониально нечисты. У меня нет ответа. Но, похоже, в 3 стихе имеется в виду, что вы можете кушать все. Но я, тем не менее, не уверен. На Западе, где у людей много денег и времени, и они балуют детей, есть тупое движение, движение за права животных. Но доброта к животным написана в Библии. Да. В притчах сказано, что будь с добром относись к своим животным. Тем не менее, в этом веке животных разрешается есть. И вот, что я говорю активистам за права животных в Америке. Вы приравниваете животных к людям. Я верю в права животных. Я верю, что каждое животное имеет право исполнить свое предназначение. И иногда его предназначение в том, чтобы его зажарили и положили мне на тарелку. Вот Бог, Он создал такую судьбу, такое предназначение для этого животного. Правильно? Я не знаю, говорит Валентин Романович, но как насчет Китая? Джастер спрашивает, ты думаешь, что в Китае они едят крыс? А Валентин говорит, нет, они едят все, что движется. И следующая заповедь, она очень важна и она является всеобщей. Только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте. я взащу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взащу ее от всякого зверя, взащу также душу человека, человека от руки человека, от руки брата его. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. заповедь не ест крови». заповедь не ест крови, это заповедь для Ноя, и все его потомки, и вот раввины называют это Ноевы законы. И вы видите, что здесь есть заповедь не убивать. И если человек убивает, написано, что каким-то образом Бог отнимет у него жизнь. Но большинство людей говорят, поскольку человеческое существо создано по образу Божьему, если кто-то отнимает жизнь другого человека, то эта жизнь настолько драгоценна, то они опускаются до уровня греха, и они должны быть высланы из земли. И как можно человека выслать с земли? Суд Божий выглядит так, чтобы у человека у самого отнять жизнь, то есть высшая мера наказания. Большинство истолкователей еврейские и нееврейские считают, что это источник смертной казни вот здесь, в Библии, в этом месте. Это также важно. Библейский закон основан на идее, что человек создан по образу Божьему. И что человек был дан творению, чтобы править над ним, но тем не менее быть также хорошим служителем творения. и когда Бог, Он создал Свой завет с Ноем в девятом стихе, со всеми написано и с потомством вашим после вас и со всем живым творением. И это говорит нам, что творение Божье, все остальное, кроме человечества, оно также ценно для Бога. Все ли понимают, о чем я говорю? Это основа того, что мы называем законы Ноя в иудаизме. И какое же является какое знамение этого завета? Валентинцы с рейнбой, он сказал рейнбой. Что это? Рейнбой. Да, рейнбой. Это признак завета. Да, он спросил, что же является признаком завета, и Люда сказала радуга. Это признак завета, где вы не должны делать ничего. Бог просто дает. Бог просто дает завета. То есть Бог, он просто дал знамение завета. Бог заключает завет с Авраамом. И что же было знамением в завете с Авраамом? Circumcision. Бритмила. Итак, давайте перейдем к 17 главе книги Бытия. в 8 стихе Бог обещает землю ханаанскую в вечное владение. Это было до Моисея. Бог кому говорит? Моисею говорит о земле Израилевой? Нет. Он говорит это Аврааму. И сказал Бог Аврааму, Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Это также включало в себя рабов, которые входили в семейство хозяина. И обрезание являлось главным признаком того, что человек входил в завет Авраама. Давайте послушаем вот это. 13 стих 17 главы. Вторая часть стиха. «И будет завет мой на теле вашим заветом вечным, не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». В Галатам 3 главе и в Римлянам 4 главе мы этого читать сейчас не будем. Павел говорит, что Авраам он был проведен перед Богом до обрезания. И он проведен и после обрезания. Авраам ходил с Богом до обрезания и после. и поэтому он может быть отцом и обрезанных и не обрезанных пришедших к Иешуа. И он может быть также отцом обрезанных также. Он отец и тех и других. И Павел очень ясно подтверждает, что Завет Авраама по-прежнему действует. Воистину в Галатах 3 главе 8 стихе Павел говорит, что Бог проповедовал Евангелие Аврааму. Бог в Галатах 3.8 говорилось, потому что благословение всем народам заключается в Завете с Авраамом, которые получили свою полноту в Иешуа. Возможно, мы сейчас посмотрим. Галатах 8.8 И в Галатах 3.8 написано И Писание провидя, что Бог верой оправдает язычников, предвозвестило Аврааму в тебе благословятся все народы. Галатах 3.8 И вы знаете, очень интересно, один из моих известных, нет, любимых профессоров, его звали, зовут Томас Макамаски, который написал книгу под названием «Заветы обетования». И вот каким образом он это описывает. Завет через Авраама это вечный завет снова и снова и снова. Библия говорит, что он вечный, но он говорит вот что, что завет через Моисея он является временным служебным инструментом Завета с Авраамом. Но Новый Завет это вечный инструмент или вечное орудие Завета с Авраамом. Итак, следите за моей мыслью, если да, то поднимите руки. Если вы не подняли свою руку, вы не следите за моей мыслью. Повторить тебе? Все поняли это. Все поняли эту мысль о том, что Завет Моисеев это временный инструмент служивший Завету Авраама, а Завет Новый это инструмент вечный Завета с Авраамом. Говорит Дэн Джастер очень важно. Таким образом, вот это решает вопрос с обрезанием. Если вы хотите следовать, ну, быть вместе с Израилем, как с народом, то нам нужно решить вопрос с обрезанием. В мессианском мире есть учитель, который дарбианец. Вы помните учение Дарби? Он говорит, что больше ничего в законе делать. Он спорит с тем, что Иешуа можно принять как Спасителя, но не принимать как Господа. И в этом вопросе он классический диспенсионалист дарбианец. Вам объясняли, что такое Иешуа, и я говорил о Дарби. Да, вы помните, что он говорил о Дарби, о принятии Иешуа как С. Хорошо, два дня назад об этом он говорил. Но он понимает, что завет с Авраамом он вечный. И это не обязательно связано со спасением. Он верит, что евреи по-прежнему являются Божьим народом избранным и евреями, которые верят в Иешуа, которые все еще призваны быть обрезанными. Давайте обратимся к Бытию 26 главе, и потом у нас будут вопросы. Четвертый стих. Умножу потомство Твое, как звезды небесные, и дам потомству Твоему и все земли сии, благословятся в семени Твоем, все народы земные. Это было сказано Исааку. И затем в этом стихе большая отметка делает. Очень важно для ваших записей. Видно, это будет в тесте. Почему должно было быть это обетование? Потому что Авраам послушал согласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Смотрите. то есть он соблюдал повеления, уставы и законы Божьи. Но я думал, что еще не были даны законы. Хорошо. Что говорят раввины? Что говорят ортодоксальные раввины? Кто-нибудь знает, что они говорят? Но они говорят, что Авраам обладал всем Моисеевым законом, включая даже устный закон. Кто в это верит? Поднимите руки. ты веришь, что у Авраама был весь этот закон? Смотрите, я верю, что уже была такое тело, система закона, которому учили устно евреев семья Авраама прежде, чем они пошли в Египет. Я думаю, что в Египте они подзабыли его, но идея того, что была Тора, заповеди, повеления и законы, это уже существовало во времена Авраама. И позднее это стало частью закона Моисея. И я верю, что это стало частью записанного закона. Но вам необходимо понять, что была устная традиция Авраама. В книге Бытия мы понимаем традиции, которые запотом записал Моисей. ему все они были даны прямо с неба? Или была традиция, устная традиция, которую Моисей уже имел? Я так думаю, что была традиция на тот момент. Хорошо. Вы следите за моей мыслью? Вопросы? У меня есть вопрос. Бытие, 26 глава, 5 стих. Очень важный стих. Обычно его игнорируют люди, которые настроены против Торы. У меня вопрос. Вопрос у меня такой. В 4 главе книги Галатам, послание Галатам, 4 глава с 24 по 31 стих. Там говорится о том, что мы дети небесного Иерусалима, земной Иерусалим находится в рабстве и написано, что изгони в 30 стихе рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником с сыном свободным. И так, братья, мы дети не рабы, но свободные. Я попрошу Дана Джастера прокомментировать, как он это видит, поскольку он говорит о завете Авраама, что мы являемся частью завета Авраама, и мы можем присоединяться к нему, отрождествлять себя с земным Израилем. So, my question, in Galatians chapter 4, from 24 until 31, it's written that we are not children of the slave, but we are children of heavenly Jerusalem. So, the children of slave and his mother must be, how to say, threatening out or casting out. You say that we can identify ourselves with Israel and the mark of covenant will be circumcision. How you can comment this in the light of these verses from Galatians 4, 24 until 31? There's a huge assumption in your question. There's a huge like an elephant in the room. You know, I have a question that I have a huge impression. It's a huge impression. in the room. When Paul compares the present state of Israel, when Paul сравнивает настоящее состояние Израиля as being more like Hagar, than Sarah, it's more like Agari and Sarah. Because Israel was under rime occupation and bondage and those who persecut the believers were like Ishmael who persecut Isaac. And so, they себя проявляли что они верили не как дети Исаака, не как дети Авраама, а как дети Агарь они проявляли себя. Но и Исаак, и Измаил, они оба были обрезаны. Yes. My question not but the council therefore but the council совет is to come into the fullness of the new covenant and the Israel's destiny in the new covenant order. And the sудьба Израиля is to come in the новозавет and the new covenant in the new covenant already we're seeing Moses growing old. Moses is growing old. Состарился. Мы уже видим здесь, что закон Моисея устарел. Но обрезание оно не является рабством. My question was it is not it is being part of Israel's destiny. Обрезание является частью завета Израиля. And Israel's destiny is glory freedom is israels is israels is slava swoboda and this is part of the covenant with Abraham not part of the covenant with Moses and it относится к завету с Авраамом а не с Моисеем. Как возможно identify circumcision with being of the order of Hagar with this order of Hagar if if it was done Авраам мужу веры Paul says in the same Galatians passage where Paul says in the same Galatians the Mosaic covenant with Moiseum given 400 years later he must not contradict the Abraham cover he must be consistent with him and he must be with him right he said that so therefore the new covenant cannot contradict either и новый завет он также не может быть противоречий если бы новый завет отменял обрезание то он то есть он бы тогда удалял предназначение Израиля как избранного народа то есть у судьбы у Израиля больше бы не было его предназначение то есть это является истолкованием нового завета в противоречии с заветом Авраама и вам этого делать не нужно вы этого не можете делать завет Авраама он вечный непрекращающийся и мы и мы прочитали в стихе написано что обрезание оно вечный знак завета завета с Авраамом я знаю что в России ситуация тяжелая но вот это что написано в 17 главе бытия это слово Божье и если человек хочет себя с евреями то это написано в тексте или мы к этому слову относимся серьезно или или мы наши ум ну как бы ставим наш разум выше выше или или это слово является для нас авторитетом или мы что он сказал ставим себя выше Слова Божьего или мы славим себя выше Слова Божьего я догматичен но в этом вопросе нет выбора нужно ли это для спасения нет нужно ли это чтобы это было частью завета с еврейским народом абсолютно да thank you so clear answer Сергей has an answer то есть so sir значит сергей говорит я хочу уточнить то есть в новом завете каждый еврей верит он или не верит в ешуа чтобы отождествить себя с народом израиля должен обрезаться да или нет so Сергей has I want to clarify yes or no so every Jew in the New Testament to identify himself with the people of Israel must be circumcised yes or no yes да руслан 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 has a question I have a question but my my ancestors are muslims what to do ты понимаешь что мусульмане тоже эти самые потомки Авраама и Измаил был обрезан Авраамом но обрезали его в 13 лет мусульмане обрезываются в 13 лет есть с арабами завет у Бога для них есть обетование и мусульмане верят что они должны обрезываться интересно в соответствии с заветом Авраама what have I do 13 лет прошло дать микрофон слушайте я верю что арабы они могут быть призваны в еврейско-мессианское движение и в Израиле есть такие арабы и они обрезают своих детей не просто как часть завета с Израилем но они верят в обетование искупления для Измаила что очень интересно переводить вы смеетесь а ортодоксальные евреи вот именно так и истолковывают это если мусульманин становится евреем его символически опять обрезают и должна быть кровь пролита снова должна пролиться чья-то кровь и теологически это точно ну просто в фильме другое применение этого было вопросы есть как вы relate если человек не не евреи но используется кипа и keeps кипа и держит традиции но не не это нормально то есть извините пожалуйста как джастер относится к человеку который не еврей но носит кипу соблюдает еврейский еврейский даже в синагоге в ортодоксальной когда вы пойдете в синагогу и знают что вы не еврей они дают вам кипу чтобы вы таким образом показали что вы часть поклонения синагогального и не евреи которые не обрезаны они приглашаются участвовать они празднуют праздники и это также есть в новом завете как корнилий боящиеся бога которые принадлежат к синагоге но не обрезаны почему им нравится теология павла потому что традиционные евреи сказали вам нужно пройти все от начала до конца и быть обрезаны а павел говорит вы теперь вообще находитесь в высочайшей позиции перед богом без обрезания и это намного привлекательнее такая проповедь правильно но статус боящегося бога когда вы не обрезаны но вы практикуете большинство из иудаизма и это в иудаизме было приемлемым насколько более для нееврея который призван к евреям я ответил на твой вопрос то есть если еврей носит кипу но не хочет обрезаться это необычная группа людей это проблема русскоговорящих в Америке это не проблема или в Южной Америке или во Франции и в Англии это проблема связанная с коммунизмом я думаю что такой человек он в правильном направлении движется но в библейском плане когда он у него будет возможность его нужно ободрить обрезаться все